В этом видео плагин на WordPress, который в праздник поможет украсить ваш сайт всплывающими баннерами, например, вот такими шапками, которые можно зафиксировать, выбрать из предложенных, выбрать падающий снег на сайте, и все это в одном плагине. Нет времени разобраться в тонкостях сайтостроения? Звони прямо сейчас. Телефон, кстати, вот здесь вот сейчас будет. Звонить, кстати, можешь бесплатно через приложение Viber или WhatsApp. Создадим тебе супер сайт. А я возвращаюсь к теме урока. Поехали! Плагин имеет запоминающее название Christmas Panda. Вы можете перейти в плагины, добавить новый в поле поиска плагинов, написать Christmas Panda, нажать Enter и найти данный плагин. Я уже разбирал похожий плагин от Panda. Вы могли видеть этот урок. У них есть вот такой вот плагин для Halloween. Если вы не смотрели, можете посмотреть. Итак, данный плагин у меня уже установлен и активирован. Давайте посмотрим на данный плагин более детально. Вот его позиция после активации у вас здесь появится. Здесь разбито на три вкладки возможности данного плагина. Первое. Если вы хотите в шапку сайта или в подвал включить вот такое вот украшение из елок, игрушек и так далее. Давайте на примере посмотрим, то есть как это выбирается. Например, вот это с коробками. Вам нравится? Ставим точку здесь. Вот так вот точками это переключается. Здесь мы ставим активировать. Внизу есть опции, где показывать. Топ это наверху, баттон это внизу. То есть вверх сайта, низ сайта. Пускай будет топ наверху. Дальше. Хотите, чтобы это было зафиксировано? Но давайте сначала сделаем без фиксации. И нажимаем кнопку save. Идем на сайт, смотрим. Вот так это появляется. При прокрутке оно там так и остается. Нужно зафиксировать. Ставим здесь yes, save. Идем на сайт, обновляем сайт. Видим, при прокрутке зафиксировано. Не знаю, где это может подойти. Фиксация, наверное, не очень хорошо. И здесь есть другие варианты. Вот можете выбрать вот так вот любой вариант, который вам подойдет. Если нам нужно это отключить, мы здесь ставим нет. Нажимаем save. Идем на сайт. Этого эффекта больше здесь нет. Если хотим, например, только снег, переходим на вторую вкладку, будет падать снег. Настроек здесь нет. Просто включаем yes, активируем, save, сохраняем. Активируем именно падающий снег. Видим, что снежинки летят. Настроек для снежинок нет. На моем дизайне их плохо видно, потому что сайт у меня светлый. Но их все равно видно, вот внизу, особенно на подвале. Например, снег, если тоже не хотим, отключаем, save. И здесь есть еще вот такой поп-ап. В углу всплывает вот из предложенных, например, вот новогодняя елка. Не знаю, зачем это нужно, просто для украшения. Здесь включаем yes, если хотим всплывающую такую штуку. Выбрали елку внизу, либо справа, либо слева отображение. Именно низ лево, низ права. Save. И посмотрим. Кстати, если будете экспериментировать, вот она, кстати, зафиксирована у нас. И выбрал я не то, что мне нужно. Елка вот эта у нас получается, да. Нажимаем save. Идем на сайт, обновляем. Вот у нас елка. И здесь есть крестик закрыть. Если я закрываю, обновляю, и вроде больше нет. Не появляется окно. Казалось бы, как будто плагин не работает. На самом деле плагин подчиняется кукам браузера. То есть запоминает, что пользователь уже видел и закрыл. И чтобы больше не показывать тому же пользователю данное окно. Пока вы тестируете, вы можете вот что сделать. Вот здесь вот кликнуть по значку. У вас может быть здесь SSL, но на данном домене SSL у меня нет. Увидеть здесь настройки файлов куки. Кликнуть и удалить просто все куки. Нажать готово. Обновляем. И опять появляется всплывашка. Например, другой элемент хотим потестировать. Save. Обновляем. Вот он тоже появляется. Вот такой вот небольшой плагин. Надеюсь, он вам понравится, подойдет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.